Не могу не спросить про твою старшую дочь. Супруга бывшая ошарашила, все мы уезжаем в Америку. Она одна и далеко, и папа постоянно тянулся к ней. Нет, я не отдам ребенка. Не была ревность к твоим новым детям? Никакой ревности или какой-то этого не было. Возможно, он просто об этом не знает. Я сейчас ему покажу. Типа ремня, да? Вот ты меня в могилу сведешь. Нет, и все. Это контрперенос бабушкины методы воспитания. Иди извинись перед матерью. Девчонки разводят на подарки в 12 лет. Пап, пожалуйста, можно мне скинуть 1230 рублей? Я тут всех угощаю. Это же его заработанные деньги. Ты должен, чтобы ты почувствовал, каково нам. Возьмите мою бездарность и поставьте на главный урок. Я вообще какая-то больная и странная. Регина, мне кажется, у тебя такая очень мягкая. Никто вам не скажет, какая Регина. Как родителям троих детей сохранить искру в отношении? Хороший у тебя вопрос, Наташа. Я снова в клинике косметологии Венеса. И на этот раз я знаю, что мы будем делать. Мы будем делать процедуру, после которой лицо становится как будто после фотошопа. Араксия, расскажите, как называется процедура? Больно ли это? И какой от нее эффект? Наталья, процедура называется фотоомоложение. Совершенно безболезненная процедура. Она с помощью воздействия световых лучей убирает все несовершенства с кожи. Будь то сосудистая сеточка или же пигментация. А почему говорят, что эффект как будто после фотошопа? За счет того, что световой импульс воздействует на глубокие слои кожи, мы прорабатываем все мелкие морщинки, пигментацию, сосудистую патологию. То есть кожа становится гладкой, матовой, как после фотошопа. Отлично. Это именно та процедура, которая нужна любому известному человеку, который находится в кадре или на сцене. Давайте делать? Давайте. Мы только что сделали процедуру фотоомоложения. И я в таком же восторге, как и в прошлый раз. Кожа бархатистая, сияющая, а тон заметно разгладится. Попробуйте ее и вы. Вау, эффект обеспечен. А пока я направляюсь на съемочную площадку, хочу заказать себе несколько баночек с домашним уходом, чтобы поддержать эффект от процедуры у себя дома. Захожу на сайт Венесса Шоп и выбираю нужные позиции, которые мне только что порекомендовал косметолог. Кстати, в Венесса Шоп есть онлайн-консультация врача-косметолога. Вам подберут домашний уход, исходя из типа вашей кожи. Здесь представлены известные бренды со всего мира и действует очень быстрая доставка по всей России. Всем привет! С вами ваша Наташа. Шоу, в котором звездные мамы и папы обсуждают все то, что волнует вас, отцов и детей, по ту сторону экрана. А наш эксперт-психолог Марк Бартон внимательно слушает гостей и на его примере разбирает все тонкости детско-родительских отношений. Сегодня у меня в гостях удивительный артист, человек, на чьих песнях росла я, четырехкратный отец, просто легенда Сергея Жукова. Сережа, привет! Здравствуйте, Наташа! Сережа, давай познакомим зрителей с твоими детьми. Да, хорошо. Во-первых, спасибо, что я в этом кресле. Это нелегко. Трудно папе рассуждать на некоторые темы. Это вообще у нас такое странное отношение, когда отец говорит про воспитание. Но на самом деле считаю, что наконец-то появляется программа, в которой можно смело сказать о том, что нам есть что сказать. Очень здорово. У меня четверо детей, два мальчика и две девочки. И очень большая разница в возрасте, потому что старше 21, младшему 7. И поэтому все этапы я уже испытывал на себе несколько раз. И как раз сейчас мы находимся в чудесном пубертатном периоде со средними детками. Это старшая дочь Ника и твой средний сын Энджел. Сереж, не могу не спросить про твою старшую дочь, которая живет в Америке. Ей 21 год. И вот Володя не так давно сидел в этом кресле. И у него похожая ситуация. Да, Никита. Он переживает, что не додал, что не добыл, не досоветовал. Как у тебя? Да, все абсолютно так же. Очень схожая история с Володей. Потому что у нас, у музыкантов, у творческих людей, типа всегда есть оправдание. Ну, типа. Которое тогда в том возрасте нормально, типа всегда было оправданием. А сейчас это грусть-тоска. Да, вот та самая. Потому что в тот момент, когда родилась Сашуля, то есть я был в самом безумном пике расцвета руки вверх. Я как раз просто не вылазил из туров. И всегда, вот я себе, скажем так, всегда клянусь за то, что я всегда говорил такую глупую фразу по детству. Ну, слушай, ну зачем я вот сейчас ей, ну она же даже не говорит. Там, допустим, да. Ну пока, ну вот это что тут. Даже не вспомнит. Да, дальше. Потом. Ну вот она говорит, ну зачем, что я сейчас, зачем я ей сейчас нужен? Если она даже сейчас еще пока не читает, вот будет читать, я с ней лягу, будет читать книжки. И ты себя сам, типа, уговариваешь свои отсутствия, да, прячешь за вот этим. Вот. И потом все стало усложняться, когда уже отношения с первой супругой не складывались уже, вот в тот момент стали. Сашульке было четыре, вот. Потом был там пятый годик был. И вот уже все, мы уже приняли решение разойтись. И тут вот просыпается вот это все. И в те редкие минуты, когда я приезжал, например, да, то есть там, побыть с ребенком, и вот тут папа фонтанировал. И тут тебе и фокусы, и, значит, театры, и ребенок как хочет, и папа, не уходи. И тут супруга бывшая ошарашивала и сказала, что типа, все, мы уезжаем в Америку. Ну вот. Сколько было лет Саше? Ну вот шесть лет. Шесть лет. И как вы поддерживали связь после отъезда? Как часто вы виделись? Ну, во-первых, как всегда, все происходит. То есть сначала-то нет, я не отдам ребенка, не дам увезти. То есть у тебя так было, да? Ну, слушай, ну, конечно. Понимание, что вот сейчас нельзя будет взять и прийти, взять и вместе с ребенком побыть, конечно, это было очень тяжело. И, слава богу, в тот момент, опять же, у меня было очень много гастролей в той же Америке тоже, и поэтому я очень часто ездил, несколько раз в год точно. А уже когда Сашулька стала, ну, совсем взрослой, то есть даже закончила там школу и так далее, то есть ты даже становишься вообще понимая, что, ну, все, ребенок уехал в институт, да, в университет. Вот, и уже все, и живет сам. И вот уже там, значит, там вот, и ты понимаешь, что сейчас уже папа, конечно, опять же, нужен как поддержка, опоры и так далее. То есть мы, естественно, я ответственный и за то, чтобы она, правда, отучилась хорошо там, да, и получила образование и все прочее. А учитывая то, что Саша тоже необычный человек, она пошла по стопам мамы, да, назовем это так, в психологию. Но мне безумно приятно, что она пошла работать с детками, во-первых, с детками особенными, с детками уникальными, и поэтому она сейчас занимается как раз там. И она все летние месяцы проводит в лагерях. В Америке. В Америке, да, и так далее. То есть человек прям, вот, твори добро по всей земле. Вот это прям настолько глубоко приятно. Вот, из всего великолепия можно выбрать было все, что угодно, сам понимаешь. Ну вот, и, конечно, очень здорово, я говорю, ты правда, хочешь идти дальше в аспирантуру, там, идти дальше, повышать. Но да, я решил, я хочу сработать с детьми. Ну вот. И вот тут, конечно, становится приятно, что... Доброе сердце. Чувствуется, что доброе сердце. Что оно осталось, да, потому что, опять же, ну, дети черствеют очень часто после таких отношений родителей. На самом деле, видно, что тема обсуждения старшей дочери Сергея не безразлична. Он так занервничал. Существуют такие страхи, безусловно. Отец уходит из семьи, не взаимодействует с ребенком. Девочка, допустим, не знает, кто ее папа, не знает, как он выглядит, не контактирует с ним. Это, безусловно, может заказаться на ребенке и на психике. Но, опять же таки, если мама строит свою семью, свое счастье, если она находит нового мужчину для себя, для отношений, если девочка видит пример модели взаимоотношений мужчины и женщины, если она воспитывается и растет в условиях безопасных, где значимость ее личности подтверждается, где ей ничего не угрожает, то, конечно, с ребенком ничего не случится. Если сейчас, на данный момент времени у Сергея получается поддерживать отношения с дочерью, они общаются, нет никаких обид, нет никаких претензий, это говорит о том, что оба родителя смогли на фоне общения друг с другом и с ребенком сохранить человеческие отношения. Ну и плюс выбор профессии, работа с детьми, она тоже во многом отражает внутреннее состояние ребенка, который за время взросления взрастил в себе, воспитал эмпатию, сочувствие, любовь и помощь окружающим. Это на самом деле очень классно. А вам удалось с дочкой сохранить, Сашей, близкие отношения, доверительные? Вот мне кажется, есть, знаешь, Наташа, что есть? Есть чуть-чуть разная ментальность. У вас с ней, потому что она в Америке, да? Да, она есть. И мы порой все такие, стиснув зубы, вынуждены это принимать. И когда ты говоришь, да, вот там что-нибудь, говоришь, она, пап, так нельзя говорить. Так нельзя делать. Я, почему нельзя? Ну, потому что нельзя. Я говорю, а что тут такого? Я сказала, нет, этот человек может обидеться. Я говорю, да ладно, я же не сказал, еще похуже что-то она. Так похуже еще бы, кошмар, ты что? И ты думаешь, ой-ой-ой, да, мы тут все не совпадаем. Но из приятного, это то, что, опять же, глупо так говорить, естественно, я был бы счастлив, если она жила в России поближе, мы могли чаще видеться и так далее. Но самое приятное, это безумно, мне так тепло от того, что у них очень классные отношения с моими детьми. И они там, ой, пошла мне Сашка звонит, и все, они что-то там, лам-лам-лачный, может, что-то там труд, по пацанам что-то там подсказывают, что-то это. Вот, и мои ей там видео снимают, какие-то фильмы на дне рождения, еще что-то. Скажи, пожалуйста, ну, когда Саша была в подростковом возрасте, у нее была ревность к твоим новым детям и к твоей новой семье? Никакой ревности или какой-то этого не было. Вопрос вот в том, что у Саши был там очень жесткий свой период взросления в Америке. Когда... Подростковый возраст. Когда там, типа, мама начала говорить, я типа, ну, типа, все, закрыли рот. И она просто ни с кем не хотела, ничего, вот и вот никак. И я всегда очень злился, думал, что это все потому что, потому что она там. И именно вот меня тут рядом нет. Рядом нет, вот они без меня. Да, ну, вот, ну, тоже, говорю, это все неопытность, наивность, вот, поначалу это все, ну, вот. И когда у тебя потом вырастает умная, вот такая образованная и правильная воспитанная дочь, ну, в смысле культурная, значит, с ценностями, с целями. Понимая, что все должны пройти через это. На самом деле ситуация такая интересная, когда в семье есть один ребенок. И даже если вдруг родители разводятся, вот как в ситуации у Сергея, дочка улетает в Америку, то вот эта отстраненность и дистанция становятся системой притяжения внимания папы. Дочь далеко, она со мной не может быть физически. И, естественно, это в какой-то степени бессознательно даже было выгодно дочери, потому что она знала, что она одна и далеко. И папа постоянно тянулся к ней. А здесь появляются еще детки. И, естественно, опять же таки, да, хотя Сергей говорит, что никакой ревности не было, но, возможно, он просто об этом не знает. Но так бывает, что дети начинают ревновать к появлению новых малышей. И единственным способом не выпадать за рамки общения с отцом становится как раз-таки сближение с этими детьми. То есть они дружатся и таким образом показывают, что мы одна семья. И обеспечивают себя гарантиями безопасности, что папа меня не забудет. Потому что если бы этого не произошло, когда у тебя уже есть другие дети, а твой ребенок старший где-то очень далеко, то и реже звонки, и реже взаимодействия происходят. Никто не отменяет чувств. Вот здесь безусловно, у нее могут быть чувства, она может любить этих детей, может любить их как своих братьев, сестер. То есть это абсолютно нормальная история. Но то, о чем я сейчас сказал, исключать на 100% тоже нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дети так быстро растут. А когда попадаешь в бутик наших партнеров бренда одежды для новорожденных Натурапура, срочно хочется еще одного малыша. Фабрика Натурапура в Португалии шьет одежду для детей от 0 до 4 лет, только из органического хлопка. Палитра вещей бежевая, потому что не используются никакие красители. Заходите в инстаграм Натурапура, если у вас есть малыш или вы готовитесь к родам. До конца декабря только зрителям нашего шоу Натурапура дарит скидку 20% по секретному коду Наташа. Успевайте ей воспользоваться. Детали в описании выпуска. Конкуренция или кооперация? Очень важная тема в многотетной семье, братья и сестры. Вот как в вашей семье? Конкуренция или кооперация? Они конкурируют между собой или они наоборот объединяются против вас, родителей? Вопрос точный. Мы ловим себя с Региной, с моей женой, супругой. За последнее время видим переобувание детей. Это, знаете, как от любви до ненависти. Вот тут то же самое, от кооперации в противостоянии. И мы видели, как, например, опять же, Ника с Энджелом практически одногодки по годке. У них сейчас разница полтора года, и это такие очень похожие по проблемам свои проблемы. И такие конкурентные между собой дети. Да, вот. И поэтому, если до буквально недавнего момента, буквально, не знаю, до полугода, может быть, назад, это было вот такое, типа, ну, Ника уже, как всегда, понятно, девочка, она постарше, типа, так, все, иди отсюда. Ему она, да? Ну да, естественно. Малышня, отвали, да? Да, чего ему надо вообще, вот, до чего вообще с ним, вот, понятны вот эти истории. То есть мы спокойно понимаем это все, говорим ему, ну, слушай, ну, не свой круг, девочки, мальчики, там, вот это все там. То прошло полгода, и просто какой-то просто вообще странный для нас перекос. Они не разлей вода, секреты уходят, шепчутся, выручи меня. ОПГ такое, да? Ну, пишет моя девочка, выкладывает сестра, типа, там, что, типа, вот такая у меня сестра, мы такие, что происходит? А что происходит, выяснили? Ну, примерно, да, примерно выяснили. Ну, то есть это все вот эти как раз истории всем всевозможных первых влюбленностей, дружбы и так далее, когда она просит его написать этому, чтобы тот написал тому, чтобы та не говорила про него то, а то, чтобы тот не этот. Ну, ты же за меня, ну, конечно, я сейчас ему все выскажу, ну, давай. И вот они, значит, убегают, значит, и все вот это. Вот, все, я решила его проблему, говорит она, а он, я ей помог. Ну, то есть это, и они классно чувствуют себя решалами. Слушай, ну, мне кажется, это круто. Круто, это очень круто. Мы выдохнули. У них же совсем малюсенькая разница, и поэтому они недалеко ушли в своем, в своих сумасшествиях, которые творят. Ну, вот, но если брать вот пропасть между ими и младшим, там уже вообще непонимание. Ну, то есть вот там, вот, ну, ему, слава богу, пока от них ничего не нужно. Ну, то есть кроме как типа, почему это они со мной не играют, почему меня никто не слушает, ну, и так далее, все. То есть у него свой круг общения? У него свой, но он все время у них торчит. То есть они все время, заберите его, да уберите его. А он не обижается? Он обижается, конечно. Ну, конечно, кажется. Как же еще? Как можно не обижаться? Опять объясняешь им, что это брат. Да, имейте соль, считайтесь. Опять же, что это не игрушка и не там собачка, которую можно прогнать. А то же самое, что он так же вырастет, и ты что, скажешь ему там, иди отсюда, или ты придешь в гости? Дети могут объединяться в какую-то коалицию, дети могут ругаться, могут отстаивать свою позицию. Здесь в большей степени уже влияние родителей способствует тому, чтобы дети были дружными. Например, если бы Сергей с супругой позволяли себе какие-то, ну, такие деструктивные подходы в воспитании, ну, чрезмерно наказывали старших за то, что они не понимают младшего, то там действительно могли бы формироваться различные состояния. От непринятия до самой настоящей агрессии и жестокости. Понятно, что, допустим, даже у наших зрителей могут возникать подобные вопросы, потому что часто между брат-брат, сестра-сестра-сестра-брат возникают, конечно, различные конфликтные ситуации. Дети, они же считывают языки любви. Вот, допустим, для одного ребенка почувствовать себя нужным и любимым, и желанным в семье, это посидеть с папой на берегу речки и половить рыбку. Вот это для него проявление любви со стороны отца. А для другого, например, проявление любви со стороны папы, это если он с ним вместе почитает книгу. Вы представляете себе, папа берет двоих на рыбалку. А для одного получается мимо языка любви, то есть он не воспринимает это как трансляцию теплых чувств, а другой воспринимает. Наверняка вы сталкивались с ситуациями, когда, допустим, в семье несколько детей, один такой очень нежный, подходит, обнимает маму с папой. Вот он так выстраивает контакт. А второй, например, он признается в любви через активную игру. Он может пробежать, запрыгнуть на папу, ущипнуть его, подбежать маму ущипнуть. Она за ним побежала, играет с ним в эти догонялки, потом он за ней бежит. Он выстроил контакт вот таким образом. Поэтому учите языки любви своих детей, это очень здорово помогает. А как ты думаешь, родители должны вмешиваться в конфликты между детьми? Или у вас, знаешь, так, разбирайтесь сами, отстаивайте свой характер? Иногда хочется как этот... Ремешок-то взять? Папа в Карлосе, он все такой, о-о-о, и выходил с трубкой из комнаты. И уходил. И уходил, нет, ну раз, ну раз, ну раз, ну раз. Вот, так и надо. О, боже мой. Так хочется, но ты же понимаешь, что это не решит ничего. Мы и стараемся разорваться между, типа, да я сейчас ему покажу... Типа ремня, да? Ну, типа, там, что он творит, да как он может, да? До того, блин, а почему он творит? Сереж, ну поддаешься же эмоциям. Ты же живой человек. Вот происходит ссора. Безусловно. Кричишь на детей? Безусловно. Надо отдать должное, какие же замечательные дети вообще у нас. Не у нас, а у семьи Жуковых, а вообще сейчас. Потому что... Вот мне достаточно было в детстве, когда... Вот, например, мы не били, да, никогда. А мне всегда говорили вот какую-то одну фразу. Говорила мама там, к примеру. Как? Как ты мог? Тое сердечко разбивалось. Как я буду смотреть в глаза твоему учителю? Я хотел провалиться и говорить, мама, я все исправлю. Это нельзя. Это ужасно, конечно. Так нельзя делать, да? То есть она давила на тебя. Ну, она-то этого не знала. Конечно, тогда не учили. Она просто жила, как все женщины живут. Их так учили. Их бабушки, их. И так далее. А в наше время, говорю, мы начинаем что-то говорить, а тебе ребенок говорит, не порть свою ауру. Понимаешь? И мы просто с Региной и смеемся, и он смеется. И вот сей ссора закончилась. Или это контрпереносы. Не надо, они говорят. И вот ты начинаешь дискутировать, и понимаешь, что только что твой запал пропал с ремнем. Я наткнулся на стену непонимания. Мне очень интересно, что скажет Марк Бартон на это. Дети очень сейчас продвинутые. А слов таких мы не знаем. И они большие манипуляторы. Они просто прекрасные манипуляторы. И сами говорят, не надо манипулировать уроками. Почему вы так делаете? То есть они вот наслушали нас же, и просто сразу тебе в ответочку прилетает то же самое. То есть ты думаешь, что ты умный? Нет, нет, нет. Безусловно, я понимаю, о чем Сергей говорит. И я думаю, и вы понимаете, о чем идет речь. Потому что бабушкины методы воспитания, родительские, они все-таки были в большей степени интуитивными. Вот как чувствую, как меня воспитывали, как видела. Передавались из поколения в поколение. У меня также в семье было. Мама мне говорила, что я что-нибудь сделаю, какие-то поступки. Что-то в школе плохо себя вел. Вот ты меня в могилу сведешь. Ты меня на тот свет отправишь. Ты то. У меня из-за тебя инфаркт будет. И ты понимаешь, что это тоже определенные установки и даже в какой-то степени манипуляция. То есть родитель передает ответственность за собственную жизнь своему ребенку. То есть он возлагает эту ответственность. Все решается через диалог. И, безусловно, самым страшным, что могут сделать родители, это применить насильственные методы воспитания. Позиция силы, понятно. С ней всегда можно поработать. В смысле, это же всегда можно сказать, вот нет и все. А ты так можешь сказать? Нет. Нет. Серьезно, что ли? Ну, нет. Кто главный в вашей семье? Нет, наверное, да. Но в смысле, надо сказать, нет и все, потому что. Понимаешь? То есть потому что обязательно добавить, да? Да, обязательно добавить. А просто сказать, нет и все? А почему? Ну, потому что нет. Это насилие. Нельзя тоже. Это уже, ну, я не знаю, это тотальная какая-то, тотальный контроль. Опять же, в 90% семей, я уверен, абсолютно в глубинах, значит, нашей Родины все это нормально абсолютно. Как бать сказал или там, как вот, вот я сказал, так и будет. Мы же все-таки куда-то вперед смотрим. Мы же, ну, для чего как бы дети, внуки и так далее? Для того, чтобы, значит, все считают, что вот я со своими детьми по-другому буду. Знаешь, Сереж, вот сейчас слушаю тебя, и такой вопрос мне на ум пришел. Я сама об этом иногда думаю, и мой ответ – да. А ты устаешь иногда быть отцом? Я иногда расстраиваюсь, что мой вроде бы хитрющий план, который был в моей голове, просто разбивается в дребезги одной какой-то мелочью. Вот. Если раньше, много лет назад, это были слезы дочери, например, ну, вроде, плачет именно дочка, да, и все, и ты таешь, и вроде, и все как бы, и ладно. Пусть будет, как она захочет. Ну, типа, ну, вот, да. То сейчас, наоборот, понимаешь, что ты так все ловко вроде расставил, а сам в это же все и вляпался, и причем это больше, к сожалению, отражается даже не на отношениях с детьми, а отношения, допустим, с Региной, да. Ну, Регина, мне кажется, у тебя такая очень мягкая, покладистая, очень такая, мне кажется, уступчивая. Регина мягко покладистая, уступчивая, прекрасная, замечательная мать, просто обалденная. При этом всем, естественно, никто вам не скажет, какая Регина. Вот ее несправедливость какая-нибудь где-то для нее, это очень прям обидно и важно. Обманул, и Регина может плакать. Вот просто, просто вот сказал слово... Если ее ребенок обманул, да? И так говорит, да ладно, я просто так сказал. А что, это как дети, да, что они извиняются, обнимаются? Ну, да, конечно, то есть, и это очень круто, когда ты не говоришь ему, иди, извинись перед матерью, ты вот что делаешь? Да, когда он доходит до этого сам. Ушел и в два ночи не спал, ворочался, ходил, пошел, нарисовал плакат целый с картинками, пришел, возбудил. Такое было, да? Потому что мы им сами показываем, что вот так. Просто она заплакала, да, и дальше ребенок мучился. Просто мне очень интересно... Это хуже всего, что мой родной ребенок просто мне не доверяет, говорит в лицо неправду, ну, мы же не дураки. Ну, мы же знаем. Очень интересно послушать мнение Марка Бартона на эту тему. Что он скажет? А вдруг он скажет, что это манипуляция детьми. Нельзя плакать. Может быть, может быть. Она же плачет не, чтобы манипулировать, а искренне расстраиваться. Конечно, понятно, да. Поэтому вдвойне интересно, что скажет Марк. На самом деле, здесь же все зависит от искренности. Если Регина так реагирует, естественно, на обман, значит, для нее является ценным доверительное отношение с детьми. То есть она вкладывает туда искренность, доверие и честность. Если это абсолютно настоящая реакция, неподдельная, то в какой-то степени это даже помогает ребенку дать оценку собственным действиям. Потому что когда, ну давайте другую ситуацию представим, ребенок обманывает Регину, она начинает на него кричать, ты бессовестный, как ты мог. То есть она дает обратную связь, высказывая свое мнение. А здесь ребенок сталкивается с последствиями своих действий. Он понимает, что я могу неосторожным словом, фразой, каким-то действием, поступком причинить боль. Это формирует определенную ответственность и уважение к другому человеку. То есть с детства детки учатся не нарушать границ личного пространства других людей. Поэтому этот обмен искренностью, он все-таки позволяет детей призывать к ответственности. Нет в этом ничего зазорного и плохого. Тяни следующую карточку. Отцовский кремень. Хорошо, что не ремень, да. Он же ремень, можно сказать. Хочу понять, как ты будешь воспитывать в первую очередь Нику. Появятся у нее свои поклонники уже очень скоро. Начнет встречаться с мальчиками. Ты думал об этом? Как ты будешь реагировать? Что ты ей будешь разрешать? Нам вообще сложнее. Почему? У вас пацаны? Да. И только. Ну я говорю и только. Пацаны и точка. И точка. А у нас, значит, есть выбор. Есть. Разнообразный. И получается, что ты должен воспитывать их по-разному. Сынок, это нормально. Ага. Набирайся опыта, все будет хорошо. В отношениях с... С девушкой. С девушкой, если в плане, там, образно говоря, разводов, там, на что-то, это уже тысячу раз было. Ну вот, даже в том небольшом возрасте, что у них есть. Да ты что, девчонки разводят на подарки в 12 лет? Ну, когда он, пап, пожалуйста, можно мне скинуть 1230 рублей? Я тут всех угощаю в кино. И ты? Ну, я скидываю потом дома, говорю, дружечка, давай это самое обсудим, да? Ты будешь каждый раз это самое делать? Да я всего пять раз это сделал. Ну, типа, просто Маша подходит и говорит, а сегодня не будешь угощать? Мне же стыдно. Ну, я так говорю, вот, дай Кете расскажу, сынок, про манипуляцию. И что ты ему говоришь? Что это такое? Ну, про то, что если... Сынок, мне не жалко, но. Смотри, ты приходишь с чипсами, говорю я, и ты говоришь, хочешь, ну, это абсолютно нормально поделиться. А типа, хотите, я вам всем куплю, это немножко пафосно, ну, это, то есть, немножко... Переборчик. Странная история. А когда, наоборот, здесь приходится говорить, а что, мальчик даже не угостил, это самое, не купил... Это ты Нику, да? Можно я договорюсь с Никой? Ага. Ну, я сама купила, а что? Ну, типа, доча, смотри, да? А ей по-другому говорить. Да, да, да. Если мальчик все-таки не купил, блин, то... Может, не нужен тебе этот мальчик? Ну, типа, ну, странно. Нет, понятно, ну, ладно, можно купила, но может, это странно, как-то, альфонс, на это поведение, ты подумай, да? Я всегда рассказывал им все эти истории о том, что в наше время принято там покупать любовь, назовем это так, ну, в смысле, там, вот, очень дорогие подарки, дорогие эти. А женщины не разучились еще влюбляться в романтиков, они еще не разучились абсолютно, они точно такие женщины, как и были 10 лет назад, 20 лет назад. Особенно вот в этом нежном возрасте. Вот именно, и поэтому я говорю, вот смотри, можно пойти, взять, зайти в лесок, нарвать первых цветочков каких-то, скудненьких, ужасненьких, вот там математика какие-нибудь эти, вот все собрал, пришел грязный по колено, даешь ей, говоришь, я тебя люблю. Это будет бесценно для той девушки, которая реально, ты нравишься или там ты это, потому что это очень классно, и не надо для этого покупать какие-то баснословные. Ну, слушай, сейчас такое время, когда действительно дети уже знают, что такое дорогие подарки и вот этот букетик. Ну, я желаю найти нашим детям тех избранников, которые будут радоваться таким подарком, но я хочу вернуться к твоей дочке. Насколько ты будешь строгим папой по отношению к ее выбору? Вот она придет и скажет, пап, я влюбилась, ей 13 лет, и она так тебе скажет. Познакомься, это Константин. И мы посмотрим в моей комнате кино. Естественно, есть определенного рода понятные табу, которые есть, которые мы пытаемся заложить, опять же, деткам рассказать об этом, рассказать о том, что дружите ради Бога, если есть какие-то влюбленности, чувства, ну, прекрасно, это хорошие чувства, замечательные, пока они не опошляются чем-то, чем, что еще пока рано, что еще пока мы, возможно, не готовы. Поэтому, то есть... И вот ты прям разговариваешь, да? Объясняешь, что пока не опошляется. Мы говорим, да. Вот. Ник говорит, да, я все понимаю, да, я все, конечно, знаю. Вот. Естественно, Регина там, наверное, я не лезу в это, говорит чуть больше по-женски как-то, да, какие-то там свои вещи. Секретики. Главное, чтобы для тебя эта трагедия не стала. Чтобы для тебя не стала трагедия. Для нас трагедия уже вообще, что ты выросла. Ну, что мы, то есть, за тебя волнуемся вообще за все. Сергей говорит о том, что есть определенный табу. Здесь тоже очень важно баланс выдерживать, чтобы не навязать искаженное представление дочери о том, кто такие мужчины. Чтобы она уже с детских лет не формировала у себя такое деструктивное восприятие мужчины как личности. Задача родителей, вот и Сергея задача, и Регины, конечно же, информировать своих детей правильно о том, как формируются отношения. Почему в определенный период подростку может показаться, что это единственная любовь в жизни, что больше он никогда не встретит такого человека, такого парня. Почему могут возникать желания срочно выйти замуж, поговорить, естественно, про безопасность отношений и в сексуальном плане. Ну, мы же понимаем прекрасно, да, что дети, они все-таки воспринимают информацию и формируют себя не за счет того, что они слышат, а за счет того, что они видят. То есть аналогия, да, то есть мы себя сравниваем. И, безусловно, яркий пример. Папа может быть потрясающим мужчиной для своей женщины, то есть для мамы ребенка, для дочери, например. Она все это видит. Она видит, как папа ухаживает за своей женщиной, то есть за ее мамой. Она видит, как он сдерживает свое слово. Он видит, какую несет ответственность. Она видит, какую ответственность он несет. Хотим мы этого или нет, но вот этот образ, модель мужчины, она все равно будет сформирована. Шансов, конечно, гораздо больше при наличии достойного примера построить счастливую семью. Своё собственное пространство особенно важно в юном возрасте. Ведь именно в это время закладывается восприятие внешнего мира. А как правильно обустроить детскую, если в ней живет два ребенка? Расскажет Екатерина, дизайнер компании Арк Детали. Кать, скажите, пожалуйста, какие способы есть зонировать пространство? Есть несколько вариантов зонирования. Есть такой термин параллельного зонирования. Оно по большей части подходит для больших комнат. Ну и, как правило, более квадратных. Это не значит, что мы должны условно разделить комнату ровно пополам до сантиметров. И стучаться друг к другу, как в дверь. Да, выкрасить одну сторону в синий, другую в розовый или красный. Нет. Для такого зонирования желательно, чтобы стены были фоновым элементом. Нейтральный какой-то цвет. Нейтральный, да. Тут тоже нужно учитывать, конечно, предпочтение малышей. То есть важно спросить у обоих, какой цвет, на каком цвете вы можете сойтись. Обязательно. Зонировать комнату непосредственно можно несколькими вариантами. Можно отделить комнату одну часть от другой шкафом. Есть преимущество, что это дополнительная система хранения. Есть варианты каких-то ширм, текстиля, которые можно, когда необходимо, убрать, когда нужно сложить. Выстроить. Когда детки помладше, делать зонирование, когда спальные места у них отдельно, игровая общая. То есть детки, как правило, если у них разница в возрасте небольшая, им интересно играть вдвоем, но расходиться они все равно будут по своим местам. Конечно. Это тоже по психологии очень важно, чтобы у каждого было место, куда он может уйти, обидеться, подумать, почитать, поиграть. Татан, где его никто не достанет больше. Кать, спасибо большое. А вы пишите в комментариях вопросы по дизайну детской комнаты, и мы обязательно зададим Кате их в следующий раз. Давай про творчество и по поводу выбора профессии. Вот тяни следующую карточку. Надеюсь, что... Профориентация, да. Да, профориентация, да. Знаем о том, я знаю о том, что твои дети уже работают. У вас уже бесплатная рабочая сила на производстве, как они деньги зарабатывают. Расскажи, пожалуйста. Вопрос этот очень хороший, потому что мы вообще считаем, что просто так, типа, давать деньги и вот вообще просто... Просто потому, что вы наши дети? Да, это глупо. И поэтому мы всячески, по-разному, сначала в раннем возрасте более в игровой форме, сейчас уже более в прямолинейной форме, говорим о том, что это работа. Вот. И если там мелкий Мирошка идет с Региной в кондитерскую, в цех, там, да, например, вот, то садится вместе, там, не знаю, с девчонками-декораторами, с пряниками и... Помогает украшать, да? И делает глаза снеговикам или, там, значит, там, еще чего-то. И вот он сколько наделал, там, вечером дома получил... Денюжку. Там 100 рублей, там, да, образно говоря, и так далее. Радостный, что... Радостный, но с пониманием, что работа оплачивается. И он, да, должен понимать это. И, допустим, дети работают в театре уже больше, там, четырех лет. Вот. Получается, у них там есть официальная зарплата, это государственный театр. Ну, там, какие-то совсем, то есть, совсем минимальные. Вот. Но она есть. Вот. Плюс они это понимают. Безусловно, если мы берем мальчиков и девочек, конечно, в мальчике очень важно воспитывать волевые качества, приобщать его к труду, показывать, что такое вообще работа, как эти деньги зарабатываются. И девочке это нужно показывать. Но если это желание родителей, это такая тонкая грань, что вы можете просто-напросто отбить в будущем желание детей развиваться, искать себя, двигаться куда-то. Если, например, в семье Сергея дети сами пришли к мысли, что мы бы хотели себя попробовать в работе в ранние годы и получать за это деньги, то для другого ребенка поиск себя, поиск своего предназначения может затянуться до 20 лет, к примеру. Задача абсолютно любой семьи обнаружить в своих детях интерес существующий. И если ребенок действительно задумывается как-то монетизировать свои таланты, проявить себя, да, здесь нужно поддержать, потому что это естественное желание и потребность. А если вы сами пытаетесь навязать своему ребенку попытки заставить его работать, ты должен, чтобы ты почувствовал, каково нам. Слушайте, а я не могу почувствовать, каково вам. Мне 12 лет. У нас сейчас Энджела озвучивает очень много сказок, очень много радиопередач, всякие там детские познавательные и, значит, там развивающие и все прочее. Его взяли голосом там, да, и там платят зарплату, ну реально. И он мне говорит, куда деньги перевезти? Я говорю, ну понятно, мне переводить, переводят такую сумму. Я говорю, это что? Они говорят, ну он 26 программ записал. Кругленькая, да, сразу? А какую можешь сказать? Ну там 100 тысяч, понимаешь? Ну вот, я говорю, что серьезно? И, ну там, что может сделать родитель? Можно сказать, вот тебе 10 тысяч ты заработал, он будет рад, в общем счету. Я говорю, Энджел, смотри, ты заработал 100 тысяч. У него там... Это серьезная сумма. Это вообще просто. И ты знаешь, он берет, кладет 60 тысяч и говорит, мам, пап, это вам. На расходы. Нет, просто спасибо, вот, да, я знаю, что вот. И мы не говорим, нет, ладно, не надо. Да, да, мы берем. Да, берете, да. Мы берем, и пусть он понимает, что всегда в жизни надо делиться, ну как минимум, то есть, ну это пригодится, то есть все. Понятно, что все это уйдет туда. Вы подготавливаете его к будущей жене? Да вообще к жизни, к будущей, потому что всегда нужно... Ну подожди, ну это же его заработанные деньги, можно там, например, сказать... Это прекрасно, да. Но я говорю, но он просто, как минимум сейчас, должен понимать, что, ну, во-первых, легко это не бывает, да, вот так, что каждый день. Он жить 100 тысяч не прожает каждый месяц. Да, ну... Раз жизни так удалось. Ну вот, но когда я говорю ему, так, Энджел, нам нужно сняться там вот здесь, да, или там, так, у меня клип, давай вместе с тобой снимемся. Я понимаю, что он так же, как я, две ночи не спя, 24 часа в сутки снимается. И он достоин хотя бы, получив эти деньги, отложить дальше на свою мечту, там, где-нибудь VR-очки, там, или что он там хочет, или там какие-нибудь еще штуки. Ну вот. Но зато он к этому и идет. А он вправе сам распоряжаться хоть какой-то суммой из этих денег и что-то себе купить? Да, пожалуйста. Ну, опять же, он приходит, я увидел бутылку, меняет вкус воды, она это, я сажу ее, сажу, давай, садись. Смотри. Ну и зачем? Давай, зачем тебе она? Классно же, пьешь, другой вкус. Я говорю, ну, хорошо, ты знаешь, там, картриджи, их надо менять, они сейчас стоят денег. Ну, ты раз попил, потом выкинул бутылку. Ну, да, да, да. Все, я придумал. Коплю на поездку за границу всей семьи. Хочу всех вывезти. Пап, сколько стоят билеты? Я могу вот на вот эти мои скопленные всех вывезти, купить отель? Ты мне говоришь, да. Я говорю, да, на полбилета эконом-класса тебе хватит. Мальдивы. Ну вот. Хочу всех бабушек вывезти. Это, ну, благородно же. Как у ребенка формируются ценности? Ну, допустим, относи вот в контексте того, что мы сейчас смотрим. У ребенка появляются деньги. Неважно, где он их взял. Бабушка подарила, заработал, либо откладывал и накопил определенную сумму. И ребенок, например, хочет приобрести себе спицы и нитки для вязания. А мама считает с папой, что гораздо более целесообразно было бы купить, например, конструктор какой-то. Или шапочку теплую на осень, на зиму. Что мы получаем в итоге? Мы отрываем ребенка от его сформированной ценности. Навязываем ему свое мнение. Это не говорит о том, что ребенку нужно дать стопроцентный выбор. Самостоятельно решать, что ему купить. Родители могут подсказывать. Да, могут направлять, задавать направление. А дальше выбор твой. Вот в таком-то, в таких-то рамках ты можешь выбирать. Пожалуйста, мы не против. И это действительно очень здорово сказывается на психоэмоциональном развитии, на интеллектуальном развитии ребенка. Давай еще поговорим про профессии. Я знаю, что Ника мечтает стать популярной. В ней есть вот эта вот жажда тщеславия, амбиции. Но все-таки папа такой известный артист. Они, я говорю, все творческие. То есть у каждого есть и амбиции, и желания. Сейчас папа абуза, да, в понимании... Вот этот звездный статус, да? Ну, конечно. Они честно об этом говорят, что типа вот там, ну... Что в театре очень многие дети говорят, что вы попали сюда из-за папы. Я всегда им говорю, смотрите, невозможно прийти и сказать, возьмите мою бездарность и поставьте на главную роль. Сейчас скажут, извините, но все-таки мы не можем. Ну, там, понимаешь? И если, Анжела, у тебя две главных роли в театре, в которых ты в спектаклях играешь, это твоя только заслуга, понимаешь? Это то, что ты работал, то, что ты подошел, что ты правильно оказался в правильном месте, в правильное время и сделал то, что хотел режиссер. И, значит, он в себе увидел этого, образно говоря, Оливера Твиста или там Джонни, да, и вот и так далее. Поэтому, если ты получаешься, а если не получаешься, вот это уже тоже твоя ответственность. А вот да, если не получается, как вот у ребенка не получилось, он разочаровался, расстроился, как ты учишь их принимать поражение? И что ты говоришь? Главное не победа, главное участие? Или дерзай, еще получится? Вот как ты их настраиваешь? Я говорю и то, и другое, и третье, и говорю о том, что любая неудавшаяся история, это еще один камешек в твой профессионализм, который поможет тебе в следующий раз так не сделать, а сделать лучше. Естественно, сейчас у них это остро. Остро переживают, да? Остро переживаются, конечно, потому что это в том же театре или, например, в том же кино. Ника там, например, очень часто пробуется на пробах, там, принимает участие в каких-то там... В фильмах. Да, и там выбирает других девчонок и все прочее. И мы всегда говорим, Ника, смотри. Она говорит, все, кошмар, меня не берут, все подружки уже где-то снимались и так далее. Ты говоришь, смотри, чтобы было понятно. Ну, вот, например, твой папа стал популярным там в 19 лет, тебе 13. Ну, подожди. Куда ты торопишься? Ничего, не то, что не закончилось, не началось еще даже. Вот это, кстати, очень классная тема по поводу поддержки ребенка, потому что, в принципе, папа, он капитан команды такой в семье. И папа учит и побеждать, и папа учит проигрывать. Во-первых, если у ребенка что-то не получилось, если он где-то облажался, проиграл, потерпел поражение, не получил, не выиграл кастинги и все, что угодно. Во-первых, не нужно сразу уходить к такому формату общения, где родители пытаются призвать ребенка к аналитическому мышлению. Давай вместе подумаем, почему так произошло. Пока ребенок находится в острой фазе кризиса, в острой стадии кризиса, ему необходима поддержка в виде объятий, любви, спросить, что ты сейчас чувствуешь, как я могу тебе помочь, давай что-нибудь сделаем вместе. То есть это присоединиться к чувствам. И когда ребенок уже выходит из этого состояния, когда он уже так остро не реагирует, нет слез, например, нет желания спрятаться от всех в шкафу и сидеть, не трогайте меня. А когда он уже принял ситуацию, принял поражение свое, вот тогда папа либо мама могут сесть с ребенком, конечно, и обсудить, почему так произошло. Давай вместе подумаем, как мы можем сделать так, чтобы в следующий раз такого не повторилось. Это и близко выстроенные отношения с ребенком, это и поддержка, это и любовь, это все вместе. А ты больше хвалишь или критикуешь работы? Ну, очень интересно. Вот как ты? У тебя есть раздирание между тобой лично? Конечно, есть. Вот у меня Регинка любит, вот она кидает там, ну как он спел, ну как он спел, ну как он спел. Ну смотри, ну как? И я, она, что, плохо, плохо, плохо? Ну да. Я говорю, Регин, все хорошо он спел, нормально. Можно лучше? Нет, а ребенку ты как? Как ребенку лучше? Нет, нет, ну говорю, можно лучше. И когда ребенок приходит, говоришь, слушай, это неплохо, но этого мало, чтобы ты стал в главной роли, если ты на кастинг-то идешь. Ну то есть они же так же, как я, услышат, и они тебе, образно говоря, скажут, ну блин, классно. Но не то. Ну вот, ну вот, чуть-чуть не взял. И хоп, его не берут, я говорю, ну понимаешь, да, в чем дело? Почему нельзя? Растраивается твоим словам. Нет, не расстраивается. Говоришь, ну у меня нет времени. Говоришь, ну вот видишь, ну вот надо выбирать. Нельзя просто всегда говорить, боже, какой ты спел, какой ты молодец. Сколько мы с тобой видели. Нет, опять же, он выступает так же, там вот выступал сейчас со мной несколько раз, там это трясется, бедно это. Я говорю, сынок, я здесь рядом, все, вообще ничего не может быть. Я рядом, надо подпою, надо выбегать, все, все это. Вот, и он выходит, как порвал всех просто, у него там бешеная энергетика, он прям словил вот это. А можно еще на концерт поеду с тобой, еще выступление со мной, ну давай найдем еще где-то время, площадку, где тоже можно там это сделать. Вот Сергей сейчас привел пример, как он мотивирует и поддерживает ребенка перед его выступлением. А ребенок что в этот момент чувствует? Он боится, волнение, гормоны стресса повышаются. И, допустим, если бы он просто сказал, ничего не бойся, ну как не бойся, если я боюсь? То же самое, когда ты хочешь пить, тебе говорят, ну ты перехоти хотеть пить. Поэтому здесь очень важно, я рядом, я с тобой, если вдруг что, я выйду, подпою, поддержу тебя, не переживай, пожалуйста, можешь на меня рассчитывать. Все, опора внешняя обнаружена, как только обнаружена внешняя, ребенок сразу начинает и на себя опираться, то есть на свой талант, на свою уверенность и побежал выступать. Вот я такой пример даже приведу, идет мама, значит, с ребенком на утренник в школу. Вот, девочка говорит, мам, ты знаешь, мне так страшно, мне же нужно стих рассказывать. А мама отвечает, да тут вообще нечего бояться, какой-то стих рассказать, ничего страшного, не переживай, но у тебя все получится. Но ребенок испытывает страх. Что происходит? Когда он оказывается в месте, где нужно выступать, елка, там табуретка, на которую нужно сейчас залезть и перед всей группой, родителями рассказать стих, страх еще сильнее усиливается. Почему? Мама говорит, бояться нечего. Тогда получается, я вообще какая-то больная и странная. Все дети, никто не боится, одна я боюсь. Все, происходят зажимы, пропадает голос, куда-то закатываются нужные буквы и слова. И ты не понимаешь, как себя вести. Поэтому здесь очень круто, конечно, то, что Сергей умеет вот так присоединяться к ребенку. Следующая карточка. Мама, папа, муж, жена. Привет. Этот вопрос волнует всех родителей. Как родителям троих детей сохранить искру в отношении? Ой-ой-ой. Хороший у тебя вопрос, Наташа. Это нужна отдельная программа про мои отношения с Региной. Очень интересно, ты нас заинтриговал. Нет, ну, я к тому, что я бы мог рассказывать про нее вечно. Все состоит из, опять же, двух столпов. Первое, как это ни банально, любовь. И без любви вообще ничего не будет. Ни детей, ни отношений, ни страсти, ни искр, ничего. И можно сколь угодно дискутировать на тему вообще, что такое любовь и все прочее. Но для меня любовь – это вот я увидел Регину, и я пропал. Вот это все. Вот раз и все. Вот да. Обожаю такие истории. Это все. И не спрашивайте меня, как, почему это случилось. Ну, это все, что угодно. Хотите химия – ну, пусть будет химия. Хотите физика – пусть физика. Хотите божественную руку найдем в этом – найдем. Ну, и вот это все. Вот и все. А вот все, что дальше – второй столб. Второй столб. Это уже опять договариваться. Любовь и работа. А, любовь и работа. И работа над любовью. А, как здорово ты сказал. Любовь и работа над любовью. Ну, потому что, ну, еще раз говорю, можно просто отпустить возрасть, сказать, ну, короче, все, вот, люблю, а сейчас, ну, чуть-чуть, ну, вот, нет. Ну, потому что ты не старался, не пытался, не хотел. Вот и все. А на свидание ходите вместе? Только вдвоем? На свидание нас отправляют дети. Какая прелесть. Нас отправляют дети. И в последнее время дети нас отправляют за ребенком. Они уже замучили нас просто. Они просто, вот вам везет, у вас совсем, там, чуть больше годика, да? Второй, два, почти два. Второму нашему ванчике, да, два. Ну, то есть у вас еще есть кого пощупать. Есть, да. Вот, это. Ну, вот, а у нас уже Мирошка тоже уже. Вы щупаете их, да, они говорят, давайте нового рожать, и щупайте. Вот они говорят, давайте, да, все, идите, все, езжайте, езжайте, делайте ребенка. Вот, давайте, все, папа пригласи, мама на свидание. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Они замучили, вот, у них какой-то тоже сейчас период, вот, зачем? Мы хотим, нам нужно тоже, братья или сестренка, мы хотим ухаживать, нам нужно это, в доме должен быть смех. А вам, а вам вот это, значит, все, что у нас, кувардак. Мало смеха, да, вам дети? Мало смеха, слез, да, мало чего, ну, вот, и, вот, и я тебе скажу так, открою секрет, и мы-то очень, по-моему, что-то тоже не против, да, то есть мы, мы, мы хотели много детей, мы, мы счастливы в этом всем, в состоянии вот в этом, вот. Вот, и, знаешь, на днях прочитал такое дурацкое мнение, когда вот обязательно кто-то должен написать, ну, конечно, много детей они хотят, с вашим-то деньжищем. Да, 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 обожаю, обожаю. Я не понял, что-то. Что, что, у нас что, где, с золотой ложечкой во рту они, что ли, они ушли, я не знаю, в памперсах золотой. У нас что, они едят какую-то отдельную еду, у нас что, космический корабль какой-то, я не знаю, невменяемый. С прокачкой нефти. А что, а люди с четырью, пятью, там, детьми в регионах, и живут все, и все прекрасно, и все нормально. А что, мы не донашиваем, что ли, одежду? Мы же тоже сидим, а мы подтянем, мы же тоже с ней общаемся, с Региной. Точно, ты же понимаешь, это еще не пошла пора институтов. Понимаешь? Вот, и это важно. За каждого платите, за каждого. А мы вообще сможем это? Мы тут школу-то уже платим, там, господи, это. Папа, давай еще работай, еще езжай. Но мы ушли от темы, Сереж, ты помнишь, какая у нас тема? Все-таки тема, как сохранить искру в отношении. Так вот, ну а это все про это же. Что, при всем том, что у тебя есть дети, могут быть внуки, могут быть все, что угодно. Друзья, родители и так далее. У тебя есть жена, а у нее есть муж. Вот и все. И нужно находить время друг для друга. Ну, заметно, да, как Сергей пытается все-таки увильнуть от вопроса Наталью, объединил любовь и страсть в одно. С какой-то стороны, да, возможно, это одно состояние. С другой стороны, все-таки любовь, она более осознанна. И любовь и страсть формируются в паре за счет действий партнеров. То есть, за счет действий мужчины и женщины. Мы прекрасно знаем, что страсть, эмоциональность и биохимия заканчивают свою работу где-то в течение 10-20 месяцев после знакомства мужчины и женщины. Дальше уже отношения выходят на уровень личность равна личности, где эта биохимия и страсть, конечно же, создаются двумя партнерами. Проблема существенная, потому что у многих в стране есть дети. Если происходит где-то центрация, родители уходят исключительно в родительство и забывают о том, что они есть друг у друга, как муж и жена, это, конечно, может усложнить отношения, и страсть действительно пропадет. Если есть возможность осознанно планировать свое время, свидания, поездки, путешествия, путешествия без детей, свидания без детей, все-таки поход в ресторан всей семьей считывается нашим мозгом как мама, папа, я вместе дружная семья. Поэтому моя рекомендация вообще обратить внимание родителям на то, как часто они взаимодействуют друг с другом с позицией мужчина и женщина. И прям провести сравнительный анализ. В течение месяца мы с тобой, допустим, разговаривали не как мужчина и женщина, а как родители. Что это значит? Обсуждали памперсы, колготки, школу, пенал, портфель, одежду на зиму, плохое поведение детей. То есть здесь мы как родители с тобой были, окей. А время проводили вместе, как мужчина и женщина? Нет. И время проводили, как родители. Играли с детьми, ездили на горку, еще что-то. И когда вы такой анализ проводите, у вас есть возможность посмотреть, прям выписать, случай соприкосновения мужчина-женщина, мама-папа. Вы смотрите в конце месяца, оказывается, мы как мужчина и женщина не взаимодействуем. Что мы делаем? Просто берем ручку и вычеркиваем менее важные процессы взаимодействия на уровне мама и папа и дополняем их более важными взаимодействиями на уровне мужчина и женщина. Я очень хочу, чтобы Регина понимала, что я ее люблю не за то, что она там прекрасная мама, не за то, что она там на себя вот взяла непосильную ношу, не за то, что она тащит там целый бизнес сладкий там, да, и бедная там, хотя должна уже там давно поставить миллиард помощников, работников и так далее. И не за то, что, то есть я не знаю вообще вопроса про быт и там и знать не хочу. Она тебя огораживает, да? Вот, да. И не за то, что там, опять же, она у меня замечательно красивая, сексуальная, а просто потому, что мы мы даже похожи. Ну, то есть все это пишут, говорят, как брат с сестрой, вот это смешение этих флюидов, крови, всего, что только можно, да, и то, что мы правда, мы идем в одном направлении. Это очень важно, мы просто, мы правда идем, и у нас пока еще не было такого, чтобы мы вот просто взяли и разошлись в чем-то кардинально, да. Мы, мы правда понимаем, что хотим, мы понимаем, к чему там хочется стремиться, мы, мы строим планы, мы вместе кидаем эту монетку в море, вот, загадывая, что мы хотим, вот, мы вместе мечтаем еще о детях там, и т.д. и т.п. Мы, правда, друг друга любим, вот. И это абсолютно не значит, что мы не ругаемся или не ссоримся, или не, не, там, не знаю, там, не совпадаем по каким-то вопросам. Все это абсолютно и есть любовь. Ну, иначе, иначе, я говорю, слишком приторно, либо это тогда уже какая-то показуха. Ты знаешь, просто самые положительные эмоции я сегодня испытала от нашего разговора. Спасибо. Мне вообще хочется, чтобы как можно больше было таких семей, как у вас с Региной, с такими ценностями. Это все в их руках, Наташа. Да, мне очень интересно послушать комментарии Марка Бартона. Разнесет меня вообще Марк. Хотя мне кажется, что ему нечего будет комментировать, но... Всегда есть только ли тебе психолога. Всегда Марк говорит, что всегда есть. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо. И подарить подарок. От себя и от клиники Венесса хочу подарить тебе вот такой подарок, чтобы ты всегда оставался молодым, красивым. А лучше подари его Регине. Да, можно я это так сделаю, потому что я-то и так молодой и красивый. А вот ей... Разрушил миф. Люблю тебя. Прости. Спасибо большое, что смотрели нас. Пишите в комментариях, кого бы еще вы хотели увидеть в нашей программе и темы, которые нужно обсудить. А еще подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. У нас для вас еще очень много интересного. С вами была ваша Наташа. А-а-а-а-а!